Всем привет! Меня зовут Быков Анатолий, Джин Лав, и в данном видео я расскажу вам оба эргономичные мышки для вашей руки. В данном видео я хочу сделать акцент на том, что большинство мышь делают универсальными, то есть такие симметричные, либо есть мышки под правую руку. В моей же ситуации нужно было найти мышку для левой руки, но я, к сожалению, такой не нашел. И в итоге я сделал самостоятельно мышку для левой руки. В этом видео я не буду говорить именно про мышку как для левой руки, я просто хочу сказать, что вы можете сделать мышку комфортную для вашей руки, неважно какой, левой или правой. Я уже записал видео на данную тему именно как под левую руку мышку сделать. А в этом видео я хочу рассказать о том, что после того, как вы создадите эргономичную, комфортную мышку, у вас сразу увеличится точность управляемость и управляемость данной мышкой. То есть я, собственно, изготовил для себя мышку под левую руку. Вот это была изначально мышка Logitech M330, она была изначально под правую руку. После того, как я ее изменил и переделал, я сделал ее эргономичной. Что значит эргономичной? Значит максимально комфортной, удобной. Вот. Под, собственно, левую руку, да? Если вот так вот посмотреть, просто на белом фоне не особо хорошо видно. Ну, здесь видно ямочки и так далее. То есть все как сделано. Вот. Я сделал ее под левую руку. Вот так-то все. Что изменилось, да? Изменилось то, что увеличилась моя точность и скорость управления данной мышки. Соответственно, если вы играете в видеоигры, то у вас и вырастет скилл. Вы лучше будете играть. Вот. В моем случае так и произошло. Я тренировался управлять мышкой, да? Собственно, на точность и скорость. И я выбивал... Ну, есть специальный сайт. Я выбивал около 100 шариков. После того, как я сделал мышку под эргономичность, под специальной форме, под свои пальцы. Именно под мои пальцы эта форма сделана. Вот. Собственно, я стал выбивать больше шариков. Намного. И моя точность и скорость возросла. Потому что мне мышку держать комфортно, удобно. И видите, я управляю. Даже могу мизинцем управлять, перемещать, толкать. То есть она не только в бок прижимает мой мизинец, но еще и толкает. И максимально комфортно, удобно держать. В общем, в данном видео я хотел вам предложить свою видеоинструкцию о том, как сделать эргономичную мышку для вашей руки. Неважно, правая, левая. Вы можете любую мышку изменить и сделать ее, собственно, более комфортной и более управляемой для вашей руки. То есть удобно будет держать, не будут руки, пальцы затекать и так далее. То есть, видите, у меня даже хват изменился. Раньше, когда я держал мышку, у меня вот так вот перекашивался мизинец, я там что-то держал и так далее. Было неудобно. Или он подходил вот так вот под палец. Вот, допустим, вот так вот я держал. Тоже было неудобно, затекали руки, пальцы. Вот. Вот теперь, если я держу мышку, видите, у меня ничего не перекрещивается. У меня мизинец стоит прямо, то есть удобно. То есть нет никаких лишних изгибов. Все комфортно, то есть удобно. И управлять удобно. И вверх, и вниз, и вправо. То есть и фиксировать я могу и так далее, как хват коготь. В общем, давайте теперь перейдем к другому этапу. Вы, наверное, и сами понимаете, что если у вас мышка четко лежит в руке, сделана именно не просто симметрично, да, как обычные мышки, любые, другие там и так далее, а именно по вашим пальцам слеплено, это, да, под ваши пальцы ямочки, выемки и так далее, то это будет максимально комфортно, максимально удобно и максимально эффективно. Собственно, я предлагаю вам свою видеоинструкцию. Вы можете приобрести эту видеоинструкцию, как сделать мышку для, эргономичную для вашей руки на моем сайте. И в этой видеоинструкции я вам все покажу, как я это делаю. Там используются легкодоступные материалы. Вот эти материалы, которые я использовал, они очень дешевые. Можно использовать два вида материалов. Первый материал совсем дешевый, там стоит 50 рублей. Вот, вы можете его использовать. Вот, второй материал чуть подороже, там, ну, 150 рублей будет стоить, да. Вот, я использовал тут чуть подороже материал, рублей за 150. Вот, и цвет здесь белый, да. Можно также использовать любые красители. Вы можете сделать это любым цветом. Любым цветом здесь смешать с красителем данный материал, залепить, сделать форму, и она будет любым цветом. Также можно использовать специальные красители, которые светятся в темноте, люминесцентные. Вот, и тогда это еще будет светиться в темноте. В общем, я дам все ссылочки на материалы. Они очень легко доступны, дешевые. И вы легко можете сделать мышку для вашей руки максимально комфортной, эргономичной. Вот, и что еще хочу добавить, что еще не сказал. Ну, то, что изменить это просто. Никаких специальных знаний, навыков или инструментов не нужно. Просто вы берете, залепляете, ставите свои пальцы, просто как бы вдавливаете. Но там я все покажу на видео. То есть, это очень легко, с этим справится каждый. И каждый может сделать комфортную мышку для своей руки. Вот, ну, в принципе, все. Переходите по ссылке в описании, приобретайте мою видеоинструкцию. После оплаты нажимайте на ссылочку «Вернуться в магазин». И вы сразу перейдете на страницу с видео о том, собственно, как я все это делал, создавал. И там же будут даны ссылки и так далее. Вот, в принципе, я вам все рассказал. Вот, естественно, это моя неконечная модель. Я буду и дальше совершенствовать, и делать и более комфортные, и более классные мышки, эффективные. Вот, но вы уже сейчас можете для себя сделать мышку такую, как вам нравится. Именно для вашей руки, комфортную и удобную. На этом все. С вами был Анатолий Быков. Джин Лав. Всем пока.